Отдохнём от жизни. Прочитаем. Хотите? Александра! Садитесь, пожалуйста, в это мягкое кожаное кресло. Садитесь, пожалуйста, в это мягкое кожаное кресло. В котором тонешь, чуть не с головой. Я подброшу в камин угля, а вы закурите вот эту сигару. Не в дурной боливар, не правда ли? Я люблю, когда в полусуморке кабинетом в когтегровый глаз светится огонёк сигары. Александра! Ну, напомню ещё раз. Наши рюмки. Тёмно-золотистым хересом. На бутылке пыли-то наросло сколько. Рековая пыль. Благородная. А теперь... Слушайте. Однажды... В кинематографе... Я увидел удивительную картину. Александр Гуманцер. Море. Берег высокая, отвесная скала сажений в десять. Вдруг у скалы закипает вода. Вынурнула человеческая голова. И вот человек, как гигантский оттолкнувшийся от земли мяч, взлетел на десять сажений. Кверху и встал на площадку скалы. Совершенно сухой. И сотворил крестное знамение так, что сначала пальцы его коснулись левого плеча, потом правого, потом груди, и, наконец, лба. Он быстро оделся и пошёл прочь от моря. Задом наперёд, пятись как рак. Дома сел перед пустой тарелкой и стаканом, вылил изо рта в стакан несколько глотков красного вина и принялся вилкой таскать изо рта куски цыплёнка, кладя обратно на тарелку, где они под ножом срастались в одно целое. Когда цыплёнок вышел целиком из его горла, подошёл в лакей, взял тарелку и понёс цыплёнка на кухню жарить. Повар положил его на сковородку, потом снял сырого, утыкал перьями, поводил ножичком по горлу, отчего цыплёнок ожил и весело побежал по двору. Не правда ли вам понятно, в чём тут дело? Это обыкновенная фильма, но пущенная в обратную сторону. Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту, повернул ручку назад и пошло-поехало, пошло-поехало, зашуршала лента, разматываясь в обратную сторону. Вот сентябрь позапрошлого года. Я сажусь в вагон, поезд даёт задний ход и мчится обратно в Петербург, а в Петербурге чудеса. Александра Континевит. С Невского уходят, забирая свои товары, селёдочницы, огурешницы, яблочницы и невоюющие солдаты, торгующие папиросами, вышлицкий декрет. И как шелуха облетают со стен, и снова стены того в чистые наряды. А вот во весь опор промчался на автомобиле Александр Фёдорович Керенский, вернулся, крути, Митька, живей. Въехал он в Зимний дворец, а там, глядишь, всё новое, новое, мелькание ленты Ленин с Троцким. Из компании вышли, и пятясь, и с особняка к Чеснинской поехали задом наперёд на вокзал. Сели в распломбированный вагон, и вот тут же запломбировали, и укатилась вся эта компания задним ходом в Германию. А вот совсем приятное зрелище. Керенский задом наперёд вылетает из Зимнего дворца, давно пора, давно. Вскакивает на стол и напыщенно говорит рабочим, «Товарищи, если я вас покину, вы можете убить меня своими руками». До самой смерти я с вами. Соврал, Камалья, соврал. Как полезно бывает иногда пустить ленту в обратную сторону. Быстро промелькнула февральская революция. Забавно видеть, как пулемётные пули влетают из тел лежащих людей, как влетают они обратно в дуло пулемётов, как вскакивают мёртвые и бегут задом наперёд, размахивая руками. Крути, Митька, крути, крути! Вылетел из царского дворца Распутин и покатил себе в Тюмень. Лента ведь обратная. Ну и жизнь, всё дешевле, дешевле, дешевле. На рынках масса хлеба, мяса и всякого сестного дрязгу. Вот и ужасная война тает, как кусок снега на раскалённой плите. Мёртвые встают из земли и мирно уносятся на носилках обратно в свои части. Мобилизация быстро превращается в Д. Мобилизацию. Вот уже и Вильгельм Гугенцольдер стоит на балконе перед своим народом. Его ужасные слова, слова паука-кровопийцы об объявлении войны не вылетают из уст, а наоборот глотает он их, ловя губами в воздухе, чтоб ты ему подавился. Митька, крути, крути, Галунтик, крути. Быстро мелькают! Поочерёдно четвёртая дума, третья, вторая, первая. Вот уже и вырисовываются чётче все подробности октябрьских погромов. А что это за толпа ликующих людей? Что это за тысячи шапок, летящих кверху? Что за счастливые лица, по которым текут слёзы умиления? И почему незнакомые люди целуются, чёрт-то бери? Почему? Ах, это манифест 17 октября, данный Николаем Вторым в свободной России. Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент во всей нашей жизни. Митька, замри. Останови, чёрт, ленту, не крути дальше, руки обломаю. Пусть замрёт. Пусть застынет. Извозчик, полтинник на конюшенную, к медведю. Пошёл жилей, гривенник. Добавлю, здравствуйте. Дайте обед, трюку каникулы, бутылка шампанского. Как не выпить на радостях? С манифестом вас! Сколько с меня? За всё? Четырадцать полтинок? А почему у вас шампанское по десять суток за бутылку, когда в Вене восемь? Разве можно так бессовестно грабить публику? Митька, не крути дальше, замри. А сколько было надежд, как мы любили и как нас любили. Отчего вы не пьёте, ваш Хелес? Камин погас. Я не вижу в серой мгле, почему так странно трясутся ваши плечи. Смеётесь вы или плачете? Смеётесь вы или плачете?